Стоит только захотеть и... все мечты станут явью. Девочка Женя из советской сказки «Цветик-семицветик» поняла это сразу, как заполучила волшебное растение. Потратив 6 из 7 лепестков безрассудно, главная героиня делает выводы и меняется на глазах зрителей. В зале коллеги по цеху, публика искушенная, а значит ответственность большая, ведь их впечатления от постановки и покажут, насколько удалось раскрыть весь спектр эмоций. Дворовые ребята, продавщицы мороженого и даже медведи с Северного полюса. В интерпретации сказки, на которой выросло не одно поколение наших соотечественников, приняли участие 63 маленьких актера. Спектакль завершен, тем не менее членов труппы пока что домой не отпускают. Сейчас для них начнется самая сложная часть – разбор полетов. От деталей костюмов до еле заметных глазу движений. За каждой мелочью в постановке пристально наблюдали члены художественного совета. Быть или не быть спектаклю решать им. Вывели какие-то помарочки, где-то грим, кому-то нужен, кому-то не нужен, кому-то в костюмах нужны какие-то изменения. У нас не совсем получился милиционер в эпоху, мы не совсем точно попали. И сегодня на художественном совете принято решение о переделке костюма. И это очень хорошо, это позитивный такой момент. При таком бережном, уважительном отношении к образам руководители труппы не забыли и об игре воображения. Они стремятся донести до зрителя, что обычная деревянная палка может быть и винтовкой, и вороным скакуном. А веселье и общение с друзьями возможны без современных гаджетов. Больше всего запомнился финал, когда девочка помогла мальчику стать снова здоровым. Устами младенца глаголит истина. Осталось только учесть справки, замечания художественного совета и нестареющая история о дружбе, любви, человеческих ценностях. Впустит свет и добро в сотни детских сердец. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня.